Продолжаем общаться с участниками Warface Open Cup осень и сейчас поговорим с представителем команды Empire. Представься пожалуйста, расскажи какой у тебя никнейм особенный. Всем привет, меня зовут Александр, никнейм LostSkill. Играю я в амплуа снайпер. Почему такой самокритичный никнейм? Просто уже давно играю с этим никнеймом, еще со времен CS. Как мы в клубы ходили, то есть сразу начинал как-то, ну в голову пришло этот ник и все, то есть начинал вбивать эти ники, то есть и Warface тоже вышел этот ник. Ты получается Warface пришел из CS 1.6, правильно? Во много шутеров играл, и в Point Blank играл, и в Crossfire играл, то есть в Dota, то есть как бы тоже, ну так поигрываю иногда тоже нравится, то есть... Dota-шутер? Да, то есть вот много таких тоже разных игр, интересных, которые играю и совмещаю с Warface. Но сейчас у тебя в основном только Warface, да, вот такая именно профессиональная проба пера, это Warface, а в другие игры ты отдыхаешь, так сказать. Я хотел бы на самом деле в Dota играть. А почему нет? Ну, потому что пока что развивается Warface и тяжело очень начинает развиваться. Вот, пока что турниры, то есть проходят местные турниры, то есть там люди собираются просто там с сервера и проводят турнир. А так вот Dota, то есть это уже мировой, то есть ну хочется быть там Самоилом, может быть там вторым каким-нибудь, но так, в принципе... Сразу уже не впрыгнешь туда. Да, 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 то есть вот интересная тоже такая вот стратегия, можно так сказать, Dota. У вас сегодня здесь на Warface Open Cup получается второй состав прошел, а не первый, который всегда участок. Да. А ты впервые на LAN? На вот Open Cup именно, да, то есть до этого был Игромир у нас, 2013 год, вот мы там занялись командой, 3-е место, вот, и то есть состав был у нас другой, то есть уже, а вот ребят, да, то есть уже, то есть начинали присматриваться, там у нас есть вот игрок Хатрик, да, он занял тогда на Игромире первое место, то есть уже, и то есть мы так присматриваешься, присматриваешься, каждый раз игроки меняются между составом, то есть Arena Stars, там, Империя, то есть они тусуются каждый раз, то есть еще какие-то кланы создаются, тоже выходят. В принципе, и лица почти одни и те же, то есть, да, там, вот так вот. И в вашей команде сейчас тоже бывалые ребята, по сути. Да, то есть игрок X-Medium, он первое место занимал вот с Arena Stars, осенью, по-моему, ну, если не путать, да, осенью, скорее всего, или весной, весной, весной. Тоже, Двилл тоже первое место занимал, первое, второе место занимал, и Рандей тоже там вот в арене выступал, вот они, то есть как там из арены, они ушли к нам, то есть в Империю уже. А вот расскажи, любопытно, такое мнение, несколько лет назад ты посещал Лан, который был на Игромире, и вот сегодня приехал. Как изменился чемпионат с тех пор? Это я же понимаю, так, это был первый выпуск, так сказать, пилот Warface Open Cup, да, а сейчас уже вот он как шестой по счету Warface Open Cup. Ну, в принципе, да, то есть организация получше становится, то есть началась вот эта вот, там была суматоха, на самом деле, выставка была, и тоже как бы нас гоняли туда-сюда, то есть там надо поиграть, там надо поиграть, там тоже, то есть, а тут уже более организованно, то есть с каждым разом, да, то есть Open Cup, сейчас шестой по счету, по-моему, Open Cup, вот, с каждым разом все лучше и лучше, то есть идет, а так, то есть вот еще MSI, там интересные, там ноутбуки, там компы можно посмотреть, там почекать, что-нибудь, материнки посмотреть какие-нибудь, вот, а так, в принципе, да, то есть с каждым годом все лучше и лучше, то есть хотелось бы, конечно, чтобы европейская была какая-нибудь команда уже, то есть выходили на Европу, там, то есть ESL какой-нибудь тот же там, StarLadder, может, я не знаю, там, чтобы какой-то прогресс был у игры, потому что стоять тоже на месте как бы не хочется, именно вот на этом турнире. У вас с первым противником попались молодые ребята, довольно, скажем так, способная команда, хотели ли вы себе такого противника, и что скажете о том, вот мы брали сейчас интервью у Коварных, у капитана Коварных, и он сказал, что вы победили их за счет того, что знали, что они неопытные, специально останавливали игру, чтобы они не выиграли? Ну, игру мы, может быть, специально не останавливали, у нас возникали проблемы с Мамблом, то есть у нас не слышал сперва один игру, дву, а потом уже ранды были тоже проблемы, то есть на самом деле, да, то есть я согласен, да, вот это вот тоже напор, да, то есть вот этот отдых такой, можно даже так сказать, может быть, что-то принес нам, то есть в пользу, в копилку, то есть они как бы избавить темы, то есть на самом деле это как бы психологическая тоже такая игра, то есть соперники, то есть любые методы, то есть хорошие, Ну, а то, что были неполадки, да, то есть это уже, то есть, ну, вопрос к судьям, да, и настройщикам, почему были неполадки, то есть атак, ну, в принципе, да. Ну, противник для вас был угодный, вы хотели, чтобы они попались вам в первом туре, или лучше было бы? В принципе, хотели, чтобы они попались, но так, в принципе, если команда сюда попадает, да, то есть тут все равно нужно биться, то есть до конца, вот, и вот сейчас тоже, вот, я не знаю, как ребята играют, там тоже вот надо смотреть, смотреть, анализировать, да, игры, то есть, где там тут снайпер занимает, где медик занимает позицию, то есть все очень надо анализировать и думать, то есть просто продумывать все стратегии на каждую команду. Сейчас в этом матче, в котором играют Рокет и Арина Старс, кого бы вы хотели своим соперникам видеть в финале? На самом деле без разницы, то есть они обе сильные команды, да, они вышли с мастер-лиги, то есть, получается, без единых поражений, получается, ну, там, Рокеты выиграли у Арины Старс, вот, получается, они вышли, то есть путевку на ламп получили сразу, а мы бились через стыковые матчи уже. Расскажи немножко о том, чем ты занимаешься вне Warface, ты учишься, работаешь? Учусь, работаю, учусь я на очно-заочном, вот, работаю я менеджером продажам, вот, что касается хобби, да, то есть футбол люблю поиграть, то есть с друзьями, может быть, где-нибудь посидеть, то есть, да, пообщаться, вот, в принципе, да, то есть... Как ты успеваешь, у тебя 36 часов в сутках, что ли? Да нет, 24, вот, ну, где-то поменьше, да, то есть поиграть, где-то еще там побольше посидеть с друзьями, то есть, ну, как бы жизнь такая у меня. Трансляции успеваешь смотреть, там, по другим каким-то играм, следить за игровыми новинками? По доте я слежу, то есть, очень интересно, вот сейчас DreamHack идет у них, вот, тоже вот, напряженно тоже, да, посмотреть за империей, то есть мы же, вот, как нам, то есть сама империя, да, то есть выделила сам вот этот буткемп, и мы от буткемпа отыгрывали, вот, и вполне отлично, то есть, вот результат на лицо, то есть вышли на лан, вот так вот. А у Империи же тоже команда по доте есть, ты туда не метился, не пытался, не просился у менеджмента? Нет, ну, хотелось бы, на самом деле. Только нам, да. Понятно. Расскажи еще, ну, а вот трансляции по доте ты смотришь, а кто любимый комментатор? Гелат. Понятно. А чем нравится больше всего, знанием игры или яркостью, или, может, там, голос? Такими мувами, то есть, там, он, там, может, потанцевать, там, или еще что-нибудь вот это весело, то есть забавно, да, шоу. Он устроит шоу, то есть, он, я не знаю, если посадить его на футбол, да, там, вообще просто шикарное шоу будет, то есть, мне, как комментатор, он нравится, то есть, потом, начинающий комментатор есть еще, так, Константин Сивко, я, вот, если я не ошибаюсь, по-моему, раз Путин, так, у него ник был, он, кстати, с Варфейса и начинал, то есть, тоже знакомый, и ВКонтакте даже в друзьях там есть, ну, и, то есть, он тоже так начинает, да, он начинал с Варфейса, то есть, сейчас уже поднялся, то есть, он комментирует КС, то есть, там, тоже нравится, то есть, вот это вот. Понятно. Так, ну, еще хотелось бы расспросить тебя по поводу Варфейса, игра сейчас претерпела большие изменения за последние полгода, вот, как ты думаешь, на пользу пошли игре эти изменения, или все-таки, ну, как бы ты уже привык к тому старому Варфейсу и хотелось бы назад его? В принципе, таких изменений не было, то есть, иногда, когда вводят, конечно, обновление какое-нибудь, такие фризы бывают ужасные, то есть, играть невозможно, и просто выключаешь игру, там, сидишь, играешь во что-нибудь другое, то есть, делами занимаешься, книжку почитать, там, лечуешь что-нибудь, телевизор посмотреть, вот, и, в принципе, да, то есть, изменений таких таковых нету, да, вот, каждый раз еще на Open Cup меняется регламент, то есть, запрещают какие-то оружия, вводят новое оружие, то есть, и надо подстраиваться под каждый Open Cup, каждую стратегию, каждую новую, привыкать к оружию, да, да, то есть, привыкать к оружию новому, вот, и, в принципе, это очень, как бы, даже интересно, потому что ты что-то новенькое, да, для себя узнаешь какие-то новые стратегии, у тебя там новые прокидки, ты можешь узнать, там, карту меняют тоже иногда, то есть, вообще, Warface, да, то есть, если все хорошо будет у него, да, то в турнире еще, то он не увязнет, так вот, на одном месте не будет стоять, а так, у него сейчас просто не находится то, что не падает, то есть, не поднимается, то есть, у него такие вот, в середине находится он, в середине, стабильность, да, у них. А что ты можешь сказать о новом шутере от Blizzard? Успел посмотреть? Да, я предзаказ не успел сделать, но у нас там, то есть, такое тоже уже, там, я слышал, турниры начинаются будут, турниры будут, и, конечно, хотелось бы ключ получить, да, тоже, и поиграть, особенно, вот. На Good Game будет скоро турнир. Первые турниры, то есть, там, начинаются, и уже там, такие, как бы, международные турниры уже скоро начнутся, вот, и интересно, и там много классов тоже, да, я бы поиграл. Еще успеешь, потому что еще бета-тест будет долго идти, вот, а что тиммейты, тоже поддержат тебя, как думаешь? Конечно, да, думаю, да. Отлично. Ну, хорошо, спасибо тебе огромное за интервью, будем смотреть, как вы отыграете финал, может быть, еще пообщаемся с твоей командой, если вы победите, дополнительный стимул такой, вот, и в заключение от тебя, там, привет, пожелания. Передаю всем привет, вот, все, кто меня знает, все, кто болеет, вот, отдельный привет клану Exelon, это наши очень хорошие друзья в Warface, вот, в принципе, не хочу никого тоже обидеть, тоже, вот, ты кого-нибудь вспомнишь, он тебе там напишет, блин, ты там не поздравил, там, привет, что-нибудь не передал, там, еще что-нибудь, вот, всем привет, ты меня знает, вот так вот. Спасибо. Спасибо вам.